Привет! У вас хоть раз было чувство, что за вашим компьютером на работе следят? Возможно, это так и есть. Некоторые работодатели открыто признаются в том, что следят за своими сотрудниками. По статистике, каждая третья компания читает письма сотрудников, и каждая пятая смотрит, какие сайты посещает сотрудник в рабочее время. Зачем работодателю следить за сотрудниками? Из-за того, как работают. Воруют базы, бездельничают, плохо отзываются о начальстве и просто работают неэффективно. Иногда работодатели следят за подчиненными открыто, например, чтобы проверить, как сотрудник службы поддержки общается с клиентами. Иногда же делают это скрыто. Для чего это нужно? Чтобы понять, кто портит атмосферу в коллективе, кто работает, а кто бездельничает. Какими бывают методы слежки за сотрудниками? Давайте рассмотрим каждый из них. Первый, самый простой, с помощью программ для удаленного доступа. TeamWeaver или Redmin. На компьютере работник установлена и запущена программа, руководитель подключается к его рабочему столу и наблюдает за его действиями. Если у работника нет прав администратора, то он ничего не поделает. Но незаметной такая слежка вряд ли останется. Второй метод программы – кейлогеры. Они записывают все нажатия клавиш сотрудникам. Также кейлогер делает скриншоты и отсылает их начальству. Перехватывает сообщения в социальных сетях, запросы в интернете и может делать снимки с веб-камеры. Кейлогер может быть как готовой популярной программой, так и самописным приложением. Позиционируются вообще кейлогеры как программы для контроля детей. Но чем работники офиса, не дети? Третий метод – комплексное решение. Такие программы все чаще стали появляться на рынке. Они могут выполнять не только функции кейлогера, но и записывать видео с экрана. Пример такой программы – кейкайдлер. С помощью нее можно подключиться к экрану как одного сотрудника, так и наблюдать, как работает весь отдел в онлайн-режиме. Программа использует сервер, поэтому в локальной сети запись с вашего экрана будет производиться даже при выключенном интернете. Кроме того, прога делает отчеты по эффективности. Отмечая на шкале, сколько времени в день сотрудник работал, сколько бездельничал, сколько сидел в соцсетях, какие программы запускал и так далее. Напишите, кстати, в комментарии, слышали ли вы раньше про такие программы? И последний тип – DLP-системы. Это дорогущие системы, которые стоят, как правило, в очень крупных компаниях. Такие системы профессионально нюхают трафик на предмет слива инсайдерской информации и тут же, заметив инцидент, оповещают службу безопасности. Ну а теперь давайте обсудим самое главное. Как определить, что за вами следят? Самый единственный метод – просидеть целый день в Ютубе и только делать видимость работы. Если через некоторое время к вам постучатся сотрудники службы безопасности, значит за вами следили. Если же у вас нет в планах увольняться, то рекомендую предпринять следующие меры. Первое. Если за вами следят с помощью простых программ для удаленного доступа, вы найдете их на панели задач в трее, возле часов. Это будет либо Redmin сервер, либо Teamweaver. Второе. Если программа посложнее, нужно посмотреть в процессах компьютера подозрительную активность. Этот метод действителен только если ваши администраторы – новички. В таком случае можно найти процесс вроде Logger, Keylogger, Grabber. Опытные же админы грамотно замаскируют программу под стандартный процесс Windows и вряд ли вы что-то найдете. Кроме того, если у вас на работе нет прав локального администратора, а у вас они вряд ли есть, то админы могут запросто скрыть этот процесс и ничего вы не обнаружите. Тот же кикайдлер может быть полностью незаметен для пользователя. Третий способ работает лучше всего – подружиться с админом, сделать ему презент и он сам все расскажет. Но для этого требуются особые коммуникативные навыки. И четвертое. На работе – работать. Тогда у вас отпадет необходимость проверки. А если нужно срочно написать кому-нибудь личное сообщение, делайте это на личном телефоне, потому что рабочий компьютер принадлежит работодателю и он по закону может делать с ним все, что хочет. А я желаю вам не получать выговоров от начальства. А если это видео вам было полезным, поставьте лайк, напишите в комментариях, следят ли за сотрудниками на вашей работе. Если да, то как. И подписывайтесь на канал пока без проблем. Тут еще много видео о работе с компьютером и интернетом. До новых встреч в эфире. До новых встреч в эфире.